добрый день уважаемые подписчики гости нашего канала сегодня у нас обзор каравана бейли 2014 года выпуска стоимость данного каравана 812 тысяч рублей караван находится в городе пскове по адресу псков улица николая васильева 82а караван полностью растаможен все документы получены прелесть данного каравана безусловно это лютэч технология то есть в этом малыше уже не используется абсолютно дерево используется только алюминиевый каркас такие вот у него плоскости то есть а лютэч подразумевает уже полный отказ от дерева полностью алюминий вот данная моделька легенькая что позволяет буксировать ее любым тягачом категории b без ограничения так как максимальный вес 750 килограмм сцепное устройство алковская с компенсатором боковым 13 пиновая розеточка и у нас в наличии всегда есть переход ники на 7 пи новую то есть не надо на это делать акцент не надо ставить обязательно 13 пиновую розетку то есть переходники всегда есть там стоимость до 2000 рублей этих переходничков возможность установки палатки с двух сторон расширители видите есть как с правой стороны они без каких-либо повреждений расширители сзади расширители для шторы которая внизу тут же у нас за колесом находится канализация слив кассета этот фордовская нового образца с бачком на 10 литров смыва резина в идеальнейшем состоянии задняя часть холодильника холодильник электрогазовый выхлоп и отопителя и бойлера для горячей воды подключение насоса помпы давайте сразу снизу посмотрим его с этой стороны здесь абсолютно все как новое оно в принципе есть но даже никакой окиси на болтах нету что касается мувера в этом караване мувер есть power touch classic самый простой пульта в комплекте нету многие просто думаю что мы его должны ну пожалуй мы можем его привести стоимость его в районе 100 евро также он везде есть в продаже в россии в интернет-магазинах синего цвета power touch вопрос решаемый скажем так расширители по левой стороне без повреждений у нас уже здесь статус в виде антенка стоит вот у нас линия ролета опять же линия для того чтобы зашториться снизу газовый баллон стоит сбоку потому что у нас тут нету уже багажника как такового то есть подразумевается что все пойдет больше в модуль редуктор баллон баллон большой он просто утоплен поэтому так кажется но место еще под маленький под 5 килограммовый место под аккумулятор аккумулятор мы поставили свой тестовый чтобы он можно было показать запустить подводочка 220 плюс вот это ключик масса на мувер так но здесь по наружке вообще никаких нареканий быть не может как говорится пойдем внутрь посмотрим дом ультра просто современный это из серии тех домов которые сейчас еще выпускаются такой вот у него общий обзорчик мы сделаем сейчас на входе с левой стороны у нас сразу такой облачок управления то есть вот наш аккумулятор тестовый его заряд включаем свет весь свет палаточный вы видели что он работает снаружи здесь везде светильнички магнитофон стоит панорамный люк спереди с москитными он открывающийся и фольгированная его часть еще можно вот закрыть чтобы не топилась каждое окошко с москитной сеткой плюс фольгированная его часть диван полноценно разбирается метр семьдесят на два получается спины поперек в данном случае холодильник у нас ждам этих стоит нового поколения поскольку у нас есть аккумулятор можем попробовать его под запустить часы ставлю камеру открываем газ нажимаем физик срабатывает не знаю я думаю что он не будет слышно этого конечно на камеру здесь идет стрелочная индикация вот место у нас началось горение то есть смотрите как это зеленого ушло стрелочка холодильник у нас запустился случай запуска холодильника вот газа также он может работать от 220 и 12 вольт по состоянию я думаю тут все видно просто новый не будем тратить газ выключаем холодильник все выставляем 3 комфорочная здесь поверхность все идет с пьези комфорочки запускаются автоматом я за элемент у нас работает вот 12 вольт который мы поставили аккумулятор также здесь у нас есть гриль и духовка то есть в одном положении к духовой шкаф везде газ-контроль немножечко держим как дома газ-контроль срабатывает отпускаем от работа духовки работа гриля в другую сторону то же самое держим вот она запускается все в отличном состоянии все оборудование рабочая микроволновка но конечно она 220 ни от газа ни от двух на 12 вольт она работать не будет такие подсветочки внутри все очень красиво это вообще еще заводские лежат в некоторых местах смотрю что они даже не убраны собственником повторюсь пытаться здесь но найти какие-то гнилые стенки тем более их простукивать это утопия алютаж технология то есть подразумевает полное исключение уже деревянных каких-либо поверхностей это все алюминий плюс пластик но повторюсь еще транспортировочные конопласт не снятся отопитель здесь уже с электронным управлением сейчас на входе такой у нас булочок есть смотрите мы выставляем температуру но образно говоря 21 градус и вот он у нас пытается запуститься сейчас он запустится от газа вот заморгал уже огонек как только он начнет работу огонек в полную меру загорится вот мы выставили 21 градус сразу же с раздувал раздув по всему периметру самого отопителя как в старых каких-то моделей не будет вот то есть он спрятан под правым диваном он же и бойлером является в данном случае такая вот конструкция знаю слышно вам не слышно но он заработал и уже начал дуть повторюсь запуск у нас вот тут что у нас может быть это мы выбираем запуск горячей воды это горячая вода от электричества это просто раздув то есть можно использовать тут все его технологии и от электричества топится и от газа вот у нас видите огонечек полностью перестал моргать значит отопитель запустился и вентилятор на самом маленьком пускай поработает светим время санузлу санузел полноценный унитаз уже такой как отдельный модуль смыв здесь электронасос кнопочка все работает есть индикация заполнения кассета загорится красным цветом здесь таким образом увязан стол понятно у собственников тоже дополнена сеточка какая-то включение выключение света полноценная душевая кабина здесь раковина вот опять же транспортировочный пенопласт еще нет это всюду убран шкаф такой достаточно полноценный кто-то убирает полки просто вешает поперечина чтобы можно было пользоваться плечиками также есть москитная сеточка на окне плюс фольгированная над душевой кабиной предусмотрен небольшой люк с москитной сеткой дверка тут закрывается транспортировочное положение и чтоб ее не разбалтывало такой достаточно комфортный и полноценный у нас получился санузел панорамный люк сфольгированы его частью из москитной части здесь уже вы сами выбираете какая вам нужнее домик данный не подвержен гниению он алюминиевый он легкий с очень высоким клиренусом сейчас делали замер и 38 сантиметров у него идет по самому нижнему углу сзади он достаточно высокий 265 с учетом антенны которая здесь стоит его высота 260 это по верхней точке вот этого панорамного люка 225 запасом мы берем его ширину и 565 размер с дышлом то есть здесь модуль 400 но отсутствие багажника все-таки очень много уносит на прицепное устройство дабы развесовку компенсировать каким-то образом здесь такой ящичек домик на самом деле я считаю что это просто идеальнейшая игрушка круче быть не может но разве что поставить на него кондиционер хотя сэндвич который применен уже в этих технологиях стенки при закрытии фольгированной части окон с той стороны где будет солнце он очень достаточно хорошо сохраняет температуру но плюс опять же на данной отопительной установки есть просто вентилятор то есть мы можем использовать вентилятор он будет забирать приточный воздух снаружи и просто его гонять как то есть он будет работать как при . опять же будет говорить о том что поступает холодный воздух то есть караван постоянно вентилируется жарко здесь не будет ну какие-то дополнительные вопросы какие-то дополнительные фотографии всегда на вайбер ватсап вы можете сделать заявку мы в ближайшее время стараемся всем ответить спроси спасибо за просмотр и ставьте лайки не забывайте всего доброго